У кого есть деньги применять, можно применить. Техника называется магнит. Больше всего, наверное, относятся к тем, кто все-таки что-то продает и покупает, но применить можно во всем. Опять-таки, вы должны творчески подумать на эту тему. Например, вы занимаетесь косметикой. Например, вы продаете парфюм. У вас какое количество конкурентов? Бесчисленное. Начинаем от переходов, где только что шла и смотрела и сам Лоран Духи. Недорого, 200 гривен, 250 миллилитров можно искупаться. Роккарды, бла-бла-бла. Очень много продают сейчас таких товаров через интернет. Интернет-магазин вообще очень популярный. Ну, например, вы продаете Духи. Ибо появляется популярный аромат, как это часто бывает. Появляется Шанель, какой-то новый. И у всех ваших конкурентов, как правило, стоит одна цена. Ну, максимум, там, разница 5 долларов. Например, у всех стоит цена 100 долларов. А вы покупаете эти Духи, берете их по 60. Вы выставляете в интернете стоимость на эти Духи 60 долларов. Вы активно это рекламируете. У всех по 100, а у вас по 60. Люди приходят к вам и хотят купить эти Духи. Тут существует двойной момент. Первый человек приходит как бы на эти Духи. Очень часто, если вы замечаете в супермаркетах, идут на бордах рекламы. Там, печенка гусиная стоит, там, 35 гривен за килограмм, да? А везде, там, по 50 гривен за килограмм. И вы приходите на какой-то товар. Когда вы приходите, вы начинаете покупать, вы забываете о печенке гусиной, естественно. Вы скупаете все остальное. Цены, как вам кажется, ниже, да? Гораздо. Потому что он тут же печенка гусиная на 15 гривен дешевле. Значит, все остальное тоже. И вы скупаетесь. Ну, это такая волна просто бывает. То есть человек может прийти за этими Духами, вообще забыть о том, что тут эти Духи, и купить что-то другое. Но ваша цель другая. Человек приходит и, допустим... Вернее, цель не другая, цель это тоже хорошая. Человек приходит, цель первая. Он не пошел к конкурентам, он пошел к вам. Вот он пришел, нужно с ним что-то делать. И он говорит вам, пишет, говорит, я хочу эти Духи за 60 долларов. Они настоящие, подлинные. Вы говорите, да, они настоящие, подлинные. Они мне стоят 60 долларов. Он говорит, я их хочу. Вы ему говорите, слушайте, а может быть, вы хотите вот эти Духи? Вот они тоже очень классные. Просто вот эти сейчас все покупают Духи, да? А вот эти, вот смотрите, они стоят 120 долларов. Но, блин, вот этот запах точно у вашей женщины на 8 марта не будет перекликаться со всеми соседними столиками. Он говорит, не-не, у меня 60 долларов. Ты что, какие 120, не надо меня разводить, я тут не разводяга. Вы ему говорите, окей, хорошо. А смотри, есть к этим Духам отличный вот крем для тела, да? Вот меня недавно, кстати, я только что поняла, тут разводили. Вот, есть крем для тела, отлично, есть кезодорант. Вот мы это упакуем все в красивую коробочку, это будет стоить 150 долларов. Ну, посмотри, это Духи, это целый набор. Он говорит, девушка, у меня 60 долларов. Мне нифига, вот эти Духи за 60 долларов, это супер. Вы ему говорите, слушай, ну, тогда для тебя у нас есть вообще классное предложение. И достаете ему большую коробку. А там и дезодоранты, крем для тела, и красивая коробочка, и поздравительная открыточка, и Духи. И говорите, и стоит это 50 долларов. Классно, смотри. Че, он говорит, о, классно. Во-первых, он радуется, 10 баксов сэкономит. Вообще супер, просто. Тоже надо, такая находка, еще на пиво хватит. Может, цветок купить. Вот, можно, кстати, ему цветок продать. Вот. Он берет эту коробку и говорит, о, класс, вот за 50 долларов целую коробку получил. В чем фишка? Коробка стоит 20. Коробка стоит 20, конечно. Это первая фишка. А вторая есть еще более приятная. Конкуренты на это дело смотрят. И начинают тоже Духи продавать по 60 баксов. Клиенты разоряются просто. Они нифига на это... Ой, клиенты, конкуренты. Они ничего на этом не зарабатывают. Они не могут понять, в чем прикол. А вы зарабатываете. Вот вам домашнее задание. Примените это к тому, что у вас есть. Придумайте себе товар-магнит, услугу-магнит и заработайте на этом. Это очень хорошая рабочая тема. Применима ко всему абсолютно. Я вам рассказала банальный пример, который понятен. Попробуйте это применить. Ваша задача всегда сделать так, чтобы конкуренты остались позади. И чтобы клиент, не понимая, как ему выбирать изначально, на что-то клюну. В данном случае мы не теряем в качестве. Мы не предлагаем ему липовую туалетную воду. Липовый шанель. Чанель, канель, манель. Все честно. Ну, вот сейчас я вам все прям расскажу. Приходите ко мне дальше. Уже все остальное стоит других денег. Не, ребята. Применяю. Если клиенты ко мне до сих пор приходят, значит, применяю. Значит, есть какие-то у вас вопросы ко мне еще? У матроса нет вопросов. Все вам рассказала. Значит, сейчас я предлагаю... Прям на мне написал. Сейчас предлагаю провести что-то приятное, разыграть чудный курс. Абра-кадабра. Крым-крым. А кто-то вообще кому-то надо это, не? Да. А мне тоже. Мы что-то берем, кому надо. Хорошо. Если кому-то надо, то тогда... Вот так, индивка. Сейчас я почитаю. Вы бы написали, кому больше надо, типа. Надо больше. Можно просто ручки поднять. Я могу разберевать. Так, ну все. Вот кого-то достало. Это будет не у вас. Значит, действительно надо. Так, ну тогда торжественно включаю. Есть на всякий случай запасный диск, потому что бывает, что не читается. Ну, желаю дерзко. Оля, я хочу тебе это делать. Честно. Вот, еще раз доказываю, что если человек что-то хочет, значит, он-то получает. Ну, тогда победу. Только подниматься на 30 дней и делать все, как написано, да? Да. Потому что через два дня я не слышу, что они работают. Я хочу сделать все мастерные, кто хотели бы это купить. Сделать все. А то вам подойти. Ваши расставки. Ну, если Танюшка дойти, вот, и Таня вам расскажет, да? Что делать. Скидку сделать. А, ну вот, Сергей сильный добрый. Ну, тогда, да, тогда Таня вам еще скидку сделает. Таня, сколько я делаю скидку? Таня добрая, 50%. Хорошо. Ну, ребят, у меня, в принципе, все, что я вам хотела рассказать. Вот, если у вас есть какие-то ко мне вопросы, я готова на них ответить. Если нет, то тогда я буду вас выгонять и благодарить за то, что вы пришли, меня послушали. Надеюсь, вы не зря потратили время и деньги на мохито, кофе и все остальные вещи. Вот, они должны меня за это заплатить. Все, вы не сможете. Вы, друзья, в основе у вас продажа. А какие методы у вас работают, по-русски, то, что работает в вашем бизнесе по продаже? Ну, это уже другая тема выступления. Ну, поиск, вы спросите, что вы сделали сейчас? Это же по-моему, с любви. Мы тоже интересуемся. Вы, наверное, сделали основную путь. Понимаете, продажа – это такой общий момент. Ну, то есть, есть определенные техники, да, которыми я пользуюсь. Ну, продажа – это нормальная, продажа – это выстраивание. То есть, на сегодняшний день я работаю для того, чтобы все кубики настолько складывают, чтобы уже идеальная свадьба продавала сама по себе. То есть, первое, вначале, когда мы ставим бизнес, нам очень важны какие-то методики. Дальше, очень важно, если вы делаете хороший продукт, вы уже автоматически покупали. Вот и все. То есть, ваша задача – просто делать так, чтобы в этом продукте его знаем. Поэтому на сегодня я больше пользуюсь вот такими вещами. То есть, правильно я понимаю, что сначала вы делаете, чтобы скручить свое имя или скручить свой панк? Я делаю, я не скручу свое имя, я создаю хороший продукт. Я создаю хороший продукт, потому что, если я создаю фуфло, у меня никто не хочет знать моего имени. Когда я создаю хороший продукт, люди это видят, людям это нравится, их это притягивает, естественно. Просто за этим сдаю я. У них очень много хороших, но вы сами говорите, что вы работаете к продаже. То есть, это не все. Ваши успехы, то, что вы скрутили себя как бренд и скрутили именно бренд, я на свадьбе, от слова ваша продажа сначала, давно не было. Нет, мой успех в том, что я работаю постоянно, каждый день, без выходных. Даже сплю и иногда занимаюсь сексом и говорю, вот ты знаешь, у меня такая идея. Честно. Я внашиваю ребенка и думаю об этом. Я лежу урожаем и после родов тоже думаю о том, что надо скоро что-то делать. Ну, по-другому никак, ребята. Вот это основное. Есть чудесная книжка одного автора, называется «Как заработать миллион, сидя на берегу реки». Книжка в странице 150, каждый листок белый. А в конце написано «Никак». Вот и все. Нужно работать. Не ждите суперспособа, суперчуда. Вы узнаете что-то новое, вы обязательно в себя вкладывайте. Я достаточно много слушаю, читаю, посещаю. Я вкладываю в себя, да, в свои знания. И ищу все время что-то для себя. То есть просто, если вы сегодня послушали, даже вдохновились, возможно, промотивировались, и ничего не сделаете, ничего не измените. Обязательно вы делаете, что я могу сделать, что я должна делать. И постоянно, постоянно, постоянно. Оно как-то происходит. Я не знаю, как. Я не знаю, как происходит так, что из троллейбуса я вдруг в лексусе опаздываюсь. Надеюсь, что в следующем году дальше где-то опажусь еще. Я не знаю, как это происходит. Только смотришь и думаешь, как это. Какое-то время назад я вспоминаю, как я выгребала все конверты своих клиентов с деньгами. Благо, что уже все конверты с деньгами. Ну, где-то там себе, знаете, за офис заплатить, за то заплатить. А в какой-то момент я смотрю, что, ой, у меня столько денег на карточки, я не знаю, где их заплатить. Знаете, уехала отдыхать в Грецию, надо было обязательно на счет бросить денег для получения шенгенской визии. Я бросила денежки на карточку и забыла о ней. И в конце поездки вспомнила, потому что еще был нал. Это здорово. Я не хвастаюсь сейчас, я просто говорю, что это реально, девочки, это реально. Абсолютно реально. Никаких копперфильдовских методов. Я вас тут же ничем не продаю, да, там, продажи MLM, занимайтесь Mary Kay, Avon, Reflame. Нифига, ну на все можно зарабатывать. И в Mary Kay у меня есть знакомая, которая ездит на розовую Mercedes. Просто... Я помню, я купила, которую я на себе первую квартиру в жизни купила, потому что она на Мари Кэр. Работает абсолютно любой бизнес. При условии, что работаете вы. Другого не дано. Сидеть вот на берегу реки и курить. Зараза. Тогда он уже должен работать, да. Можно вопрос? Если есть клиенты и оборот растет, то прибыль у фирмы все равно получается не для модера. Значит, фигня. Фигня что? Продукт фигня. Цены неправильные. Значит, может быть, обычно, когда начинает расти количество клиентов, люди повышают стоимость. То есть, для того, чтобы вот в этом всем не зарываться, вы должны покупать стоимость услуг. Вот. Тогда, может быть, будет отсеиваться какой-то процент клиентов, но будет увеличиваться прибыль. Опять-таки, если прибыль не увеличивается, значит, что-то не то с продуктом. Надо смотреть на продукт. То есть, нужно постоянно расти продукт и выращивать его прибыль. То есть, качество продукта, опять-таки, всем этим вы можете заниматься только тогда, когда не заняты текучкой. Некогда выращивать этот продукт, когда ты бегаешь с метлой целый день, да, и тут и поубирать, и погладить, и постирать, и все. Некогда этим заниматься. Поэтому обязательно пошло дело, переключили. И со стороны как бы посмотрели. Если раньше, например, у себя на площадке я все время выпахивала, выходила там с координаторами, то сейчас, ну, не все чаще, а постоянно работают девочки, я смотрю, и я тут же вижу 158 лаж. И я прихожу, и я могу это все изменить. А когда я нахожусь в процессе, я не вижу, что происходит. Оно плохо и плохо, плохо и плохо, а вы ничего сделать не можете. Обязательно вы должны помнить о том, что персонал вам понадобится. Но в первую очередь вы должны пройти все сами. Пошли уже клиенты, пошло, надо в стороночку отойти, посмотреть, понаблюдать, что не так, почему не так. Попросите подружку, знакомую, еще кого-то стать вашим клиентом, посмотреть на это со стороны. Это тоже очень помогает. Когда вы смотрите на свой бизнес со стороны, или просите, чтобы кто-то посмотрел и сделал анализ. И сказал, почему он тебя не покупает, или почему он не хочет заплатить тебе больше, что не так. Пожалуйста. Спасибо.